На осетинском языке говорит около 500 тысяч человек, прежде всего в республике Северная Осетия Алания, на Северном Кавказе в составе Российской Федерации, также в Южной Осетии, также есть крупная диаспора в Турции, которая связана с переселением мусульман в Османскую империю в XIX веке. Осетинский — это иранский язык индоевропейской семьи, делится на два диалекта — иронский и дегорский, линии разделения между Северной и Южной Осетии, а между западной частью Северной Осетии и всеми остальными регионами, где говорят на осетинском языке. Эти два диалекта очень сильно отличаются между собой как в фонетике, так и в лексике и в грамматике. С точки зрения Конституции Северной Осетии оба диалекта имеют равный статус, оба имеют литературные нормы, которые развиваются с конца XIX века. На практике иронский диалект доминирует, и очень часто в литературе его называют основой осетинского литературного языка. Когда я говорю о том, что осетинский — это иранский язык, возникает вопрос, откуда он появился на Северном Кавказе. Действительно, осетинский находится в окружении языков других групп — нахско-дагестанских, абхазо-адыгских, тюркских и картвейских. Причем те иранские языки, которые распространены в других регионах Кавказа, например, татский, талышский, отчасти курдский, очень далеки от осетинского. Осетинский далек от всех остальных современных иранских языков. Это связано с тем, что осетинский язык является продолжателем языков, которые называют в литературе скифо-сарматскими наречиями, то есть языков, на которых говорили иранские племена. В первом тысячелетии нашей эры одна из групп сарматских племен — Аланы — основала царство, которое включало часть территории Северного Кавказа и кавказских предгорий. Это царство было достаточно могущественной региональной державой, имело дипломатические отношения с Византийской империей, как мы знаем из источников. Официальной религией было христианство, сохранились некоторые храмы, но в XIII-XIV веках в результате сначала монгольских нашествий, затем нашествий Тамерлана, это государство было разрушено, и осетинский язык остался только в высокогорных частях Северного Кавказа, где осетины и жили до XVIII-XIX веков. Связь между осетинским языком и древними иранскими языками была окончательно установлена в XIX веке благодаря методом сравнительно исторического языка знания. Сначала первым человеком, который это убедительно доказал, был Андрей Михайлович Шогрин, финский лингвист, который, помимо осетинского, занимался также и финно-угорскими языками, и многими другими языками. Он автор первой грамматики осетинского языка. Далее его дело продолжил Всеволод Федорович Миллер, а в XX веке одним из крупнейших осетиноведов был Василий Иван Чабаев, знаменитый иронист и один из самых уважаемых людей в Осетии. Недавно, в прошлом году, как раз отмечалось его 110-летие со дня его рождения. Можно привести много примеров того, как осетинский язык связан с древними скифосарматскими наречиями. Например, в греческих источниках сфиксировано скифосарматское слово «дан-аразмакос», которое очень легко разделяется на элемент «дан», который соответствует осетинскому «дон», что значит «вода», а «аразмакос» очень напоминает имя героя Урузмага, одного из персонажей нартовского эпоса. Таким образом, связь между осетинами и скифосарматскими временами можно считать установленной достаточно надежно. Кроме того, важным элементом для понимания истории осетинского языка является нартский эпос. Это сказание о мифических богатырях, который распространен на всем Северном Кавказе, и, как считают исследователи, сочетают в себе элементы как индоверопейские, иранские, так и северокавказские. Как считается, в осетинском наиболее сильен именно иранский элемент, и, например, известный французский лингвист Жорж Дюмезиль считал, что нартовский эпос отражает во многом структуру проиранского или даже проиндоверопейского общества. Помимо иранского наследия в осетинском языке не могло не появиться много элементов иноязычного влияния. Осетины в течение многих столетий проживали на территории Северного Кавказа в окружении носителей совсем других языков. Среди базовой лексики в осетинском языке около 10% заимствований, что довольно много, причем большая часть этих заимствований происходит из нахско-дагестанских языков. В связи с таким большим количеством заимствований в лексике и грамматических влияний, некоторые лингвисты, в частности Василий Иванович Абаев, выдвинули гипотезу о субстратном влиянии кавказских языков на осетинский язык. Под субстратом в лингвистике понимается ситуация, когда некоторый этнос переходит со своего старого языка на новый язык, в данном случае на осетинский, но сохраняет в лексике и грамматике элементы своего первого языка. Данный вопрос в науке является дискуссионным, потому что недостаточно данных. Есть некоторые археологические данные, некоторые генетические данные, которые могли бы подтвердить это предположение, но пока что они противоречивы. Есть исследования, которые говорят, что осетины в значительной степени продолжают местные популяции, а есть исследования, которые показывают значительную связь осетин с носителями иранских языков. В качестве примера осетинской письменности я могу привести название города Владикавказа на осетинском языке. По-иронски оно звучит как «зауджи као», а по-дегорски звучит как «дзауаги гао». С точки зрения морфологии это название является сложным, оно раскладывается на два элемента. Во-первых, это форма «зауджи» по-иронски и «дзауаги» по-дегорски, что обозначает имя собственного дзау в родительном падеже, а далее идет слово «као» в иронском и «гао» в дегорском, это слово означает «селение». Изначально название Владикавказа обозначало «селение дзауга», то есть «селение», основанное неким дзаугом. Это слово, несмотря на то, что это всего лишь одно слово, включает очень много фонетических особенностей, которые хотелось бы сейчас проиллюстрировать. Во-первых, вы могли заметить, что начальное «дз» в иронском произносится как «з». Это связано с тем, что уже после создания осетинской письменности в иронском диалекте, точнее, в наиболее распространенных говорах осетинского иронского диалекта произошли определенные фонетические изменения. В частности, африкаты, то есть звуки «дз» и «ц» перешли в свистящие «з» и «с», а с другой стороны старые «з» и «с» перешли в «ж» и «ш». Таким образом, возникло расхождение между тем, как осетинский язык большинством носителей произносится и тем, как он пишется. Тут повлиял и Коста Риванович Хитагуров, в диалекте которого наиболее долгое время сохранялись исходные значения этих букв. В Южной Осетии тоже есть свои произносительные особенности. Там, наоборот, «з» произносится как «ж», а «ц» произносится как «ш». Как вы видите на примере названия Владикавказа, в дегорском диалекте эти изменения не произошли. Там все, грубо говоря, читается так, как пишется. Другая особенность, которую вы можете здесь видеть, это та буква, которая следует за «дз». Это соединенная буква, состоящая из «а» и «е». Это единственный символ, который в осетинском алфавите не имеет соответствия в обычной русской кириллице. Эта буква обозначает звук, который похож на русское безударное «а». То есть в осетинском обычное «а», которое пишется обычной буквой «а», это такой, скорее, задний звук «а», а вот эта буква обозначает среднее такое «а», и несколько более краткое. Кроме того, здесь мы видим в иеронском букву «ы», которая на самом деле обозначает не звук «ы», как в русском языке, а некоторую центральную гласную, которую в лингвистике принято называть «шва», она произносится примерно как безударное «о» в слове «молоко», то есть центральный звук «ы». Это связано с тем, что дегорские звуки, которые были такими же в проосетинском «и» и «у», в иеронском перешли в центральную гласную «ы», а наоборот дегорские «е» и «о» перешли в «и» и «у», то есть произошло такое достаточно серьезное фонетическое изменение, которое привело к тому, что очень часто носитель иеронского языка не поймет носителя дегорского языка, если он говорит, конечно, на дегорском диалекте. Кроме того, здесь мы видим в иеронском африкату «дж», это звонкий аналог звука «ч», а в дегорском мы видим «г», это связано с тем, что в иеронском произошла полаутеризация, то есть переход звуков «к» и «г» в «ч» и «дж» по сравнению с дегорским диалектом. В конце этого слова мы видим сочетания из двух букв «х» в иеронском и «г» в дегорском. Эти двойные буквы обозначают увулярный смычный звук «х» в иеронском, а в дегорском «г» и твердый знак обозначают увулярный звонкий фрикативный, который похож на французское «р». На этом примере мы также видим, что буква «у» имеет два значения. Одно из них — это гласный «у», который мы здесь не видим, а другое — это «у». Здесь мы имеем как английское «дабл» звук, здесь мы видим его в двух позициях. Другое слово, которое я хотел бы здесь привести, это слово «уаштерджи» в иеронском диалекте и «уасгерги» в дегорском диалекте. Это слово обозначает святого Георгия, во всяком случае так это интерпретируется традиционно. На самом деле ситуация несколько сложнее, потому что у осетин, как и у многих других народов, в народной религии сочетаются как христианские элементы, так и остатки более ранней религии. В осетинской мифологии есть единый бог, который по-сетински называется «штыр-хусау», «штыр» значит «большой» или «великий», а «хусау» значит «бог». Бог действительно един, но есть и много святых, или как их еще называют ангелы, для обозначения этих небожителей используется слово «зуар», которое заимствовано из грузинского и обозначает изначально крест. Но значение было перенесено также на связанное с этим явление и стало бы значить, во-первых, святое место любое, не обязательно христианский храм, но и какие-то традиционные места поклонения, а также тех небожителей, тех божеств, которые связаны с этим святым местом. Соответственно, Ваштерджей — это тоже один из таких зуаров, и один из самых главных. Он считается покровителем мужчин, покровителем воинов, охотников. На традиционном осетинском застолье первая молитва посвящена Богу, вторая молитва посвящена Ваштерджу, святому Георгию. Более того, надо заметить, что женщины не могут называть Ваштерджей по имени, как традиционно считается. В иронском варианте этого слова трудно рассмотреть имя святого Георгия. Однако в дегорской форме, которая более архаична, мы видим элемент Герги, который связан со святым Георгием. Элемент УАЗ, видимо, изначально обозначал святого, хотя в современном языке он скорее обозначает известие, новость, статья. Это значение, которое сильно изменилось, но можно его реконструировать. В качестве примера языка я приведу первое четверостишье первого стихотворения, входящего в сборник Кастахи Тагурова и Рон Фанды «Осетинская лира» . В литературном переводе оно звучит как «Прости, если отзвук рыдания услышишь ты в песне моей, чье сердце не знает страданье, тот пусть и поет веселей». Это приблизительный перевод, а подстрочный выглядит так, как вы сейчас видите на экране. Здесь можно обратить внимание сразу на несколько грамматических и фонетических особенностей сетинского языка. В первом же слое вы видите форму ныббар, и вы видите различие между написанием и произношением. Пишется оно ныббар, а читается ныббар. Но здесь нужно сказать несколько слов вообще об этом глаголе и о том, как он строится. Сам по себе глагол имеет основу «бар» или в неопределенной форме «барен» — это значит «прощать», и к нему присоединяется приставка «ны». Эта приставка вызывает удвоение начального согласного. Как мы помним, в астинском языке смычные не имеют звонкого гиминированного варианта. У них есть только глухой вариант, глухой придыхательный, звонкий и обрубтивный. Таким образом, этот согласный в результате удвоения оглушается и превращается из звонкого, переходит в гиминированный. Кроме того, в этой же форме мы видим использование глагольных приставок. Интересно, что в астинском языке они используются очень похоже на то, как они используются в русском языке. То есть большинство глаголов без приставки имеют значение несовершенного вида, то есть какого-то длительного действия. Присоединение глагольной приставки переводит глагол в совершенный вид. При этом следует сказать, что, как и в русском языке, большинство этих приставок изначально имеют пространственное значение. Но с глаголами, не обозначающими движение или перемещение в пространстве, они получили именно семантику вида. Такое сходство между осетинским и славянским языками очень интересно и необычно. В частности, Василий Иванович Абаев даже предположил, что это так называемая скифо-европейская заглосса, то есть в результат какого-то древнего взаимодействия между носителями алландского языка или скифского языка и носителями славянских языков. По-видимому, эта гипотеза излишне смелая, потому что мы сейчас знаем, что в славянских языках вид сформировался сравнительно поздно, во всяком случае в той форме, в которой мы его имеем в современном русском языке и в других славянских языках. С другой стороны, похожее развитие приставок в показателе совершенного вида засвидетельствовано, например, в грузинском языке, который совсем находится по соседству с осетинским. Хотя конкретные особенности там другие, можно считать, что это скорее результат какого-то местного ареального развития. Про это достаточно подробно в своих работах писал Петр Михайлович Аркадьев, и вот если вам это интересно, можете подробнее про это почитать у него. Другая особенность этого примера — это так называемые критики. Вот вы видите здесь в транскрипции некоторые слова имеют перед собой знак равенства. Таким знаком в лингвистике принято обозначать слова, которые имеют некоторую самостоятельность с точки зрения их линейной позиции в предложении и с точки к зрения способности присоединяться к другим словам, однако произносятся вместе с предшествующим или следующим словом, имея одно ударение. То есть произносятся они как префиксы или суффиксы, а синтактически они ведут себя как самостоятельные слова. В осетинском языке широко представлены так называемые критики второй позиции или ваккернагеревские критики. Эти критики отличаются тем, что они могут ставиться после любого слова в предложении, но они должны обязательно занимать вторую позицию в предложении, то есть они присоединяются либо к первому слову, либо к первому словосочетанию. Здесь мы видим, что критики присоединились к глаголам в обоих случаях, но это просто случайное совпадение. Если бы в начале предложения стояли, допустим, существительные, критики стояли бы после них. Главное, что нельзя, например, передвинуть эти слова в конец предложения, это сделало бы предложение неправильным. Хотя все остальные слова в осетинском языке позиционируются достаточно свободно. И вот такие вот критики, которые произносятся после первого слова или после первой группы, имеющей ударение, это особенность именно индоевропейских языков и, по-видимому, унаследована на осетинском от проиранского состояния. Эта система в осетинском очень жива, очень продуктивна и не имеет никаких признаков отмирания. Следы таких критик мы можем видеть и в русском языке. Например, слово «ли» в вопросительных предложениях тоже позиционируется по этим принципам второй позиции, но в русском таких слов осталось мало. В осетинском система критик очень широко развита. Кроме того, в второй строчке вы видите слово «кавэгал». Слово «кавэг» обозначает «плачущий», но на нем стоит показатель, который я здесь обозначил как «экв». Это обозначает экватив, то есть сравнительный падеж, который можно перевести на русский словом «как». В осетинском языке в число девяти падежей в Веронском и восьми в Сдегорском входит редкий падеж, обозначающий сравнение. Кавэгал значит «как плачущий», и в осетинском языке падежная система очень интересна, потому что она, по-видимому, в целом не унаследована от проиранского состояния. Большинство иранских языков утратили либо вообще все падежи, которые были в древние иранских языках, либо большинство из них оставив два или три падежа. В осетинском языке мы видим девять падежей в Веронском и восемь в Дегорском. Связано это с тем, что большинство этих падежей уже развелись позже, либо из послелогов, либо из каких-то других грамматических показателей. Некоторые лингвисты тоже здесь видят влияние кавказских языков, хотя здесь вопрос достаточно сложный, как и везде, потому что соответствие этой системе в соседних языках найти трудно. Можно найти общий принцип того, что падежей много и они формируются достаточно агглютинативно, то есть достаточно регулярно, но конкретные соответствия этой системы. Так, чтобы все значения падежей совпадали, найти трудно. Здесь можно строить только некоторые гипотезы, но пока этот вопрос до конца не решен. В последних двух строчках мы видим предложение, которое можно перевести как «Чье сердце не знает оплакивания, тот пусть поет свое желание». В русском переводе переводчик предпочел сохранить эту конструкцию, но в русском языке, как мы видим, она распространена, но все-таки используется сравнительно редко, а в осетинском она используется практически для всех типов сложного предложения. Сначала идет одно предложение, в котором используется вопросительное слово, а потом следует главное предложение, в котором этому вопросительному слову обязательно соответствует какое-то указательное местоимение. Возьмем сложные предложения, которое в русском языке выражается как «я видел отца девушке, которой ты подарил цветы». В русском языке есть слово «девушка», и рядом с ним есть относительное предложение, в котором есть относительное местоимение. В осетинском буквальном переводе такое предложение будет звучать как «которой девушке ты подарил цветы, Сначала вы вводите зависимое предложение, причем обычно в нем используется существительное, о котором мы говорим, а в главном предложении присутствует только местоимение, которое к нему отсылает. Такая особенность характерна для древних иранских и индорийских языков. Для современных иранских языков она не характерна, хотя она характерна для индорийских языков. Здесь можно увидеть некоторый архаизм в осетинском синтаксисе. Возможно, осетинский даже развил эту конструкцию шире, чем она существовала в древних иранских языках.